Максимальная мощность 1000 ватт, запас хода 60 километров, максимальная скорость 25 километров в час, рама из высокопрочной углеродной стали, встроенные указатели поворота, максимальный наклон в 22 градуса, 10-дюймовые шины шириной в 60 миллиметров, функция автоматического освещения, удобная приборная панель, три режима работы, система торможения с барабанными тормозами и электронная АБС. Обо всем этом и не только можно прочесть, разумеется, в рекламе, коллектора самокату под названием Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2 Gen. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше пяти слов, подписаться на телегу скидок, либо в описании, либо в комментарии к любому из роликов указать свое имя в телеге, можно на русском языке. Телега скидок по ссылке в описании, разумеется. Стримы в конце месяца присутствовать не обязательно, победите, я вам напишу. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из обыкновенного картона, но он довольно плотный, на нем есть названия, краткие характеристики и изображения модели. Упаковка хорошая, самокат отлично зафиксирован, в упаковке находится сам электрический самокат, руководство пользователей и некоторое количество бумаги. Далее СТ-образный шестигранный ключ, набор из пяти винтов, адаптер питания на 70 ватт и кабель для зарядки, съемный, к счастью. Первым делом после распаковки желательно посмотреть инструкцию по сборке, даже я бы сказал обязательно, но ничего сложного там нет. Поднимаем руль, фиксируем его, подключаем электропроводку и устанавливаем руль. Далее закручиваем винты, главное плотно и на этом все. Летим дальше. Поставляется электрик скутер 4 про второго поколения, по всей видимости только в единственной темно-серой расцветке. Дизайн устройства простой, выглядит он хорошо по мне. Для тех, кто любит различные вставки с подсветкой или более спортивный вид, данный электрический скутер покажется максимально скучным. Хоть мне и нравится подобный дизайн, как, к примеру, у электрического самоката Navi S65, к 4 про второго поколения привыкаешь и находишь свои плюсы неброского внешнего вида. Здесь вкусовщина, как говорится. Большая часть устройства, разумеется, выполнена из высокопрочной углеродной стали, а также есть пластиковые части. Материалы, сварочные швы, сборка, все на достойном уровне. Но без минусов не обошлось, о них я расскажу слегка позже. Вес модели 19 килограммов, размеры в сложенном виде 506 на 1150 миллиметров, а в разложенном 1150 на 1215 миллиметров. Ширина руля 570 миллиметров, а габариты деки 155 на 580 миллиметров. Если измерять от заднего крыла до части рамы, которая переходит в рулевой стакан, то выходит 470 миллиметров. С 43 размером ноги проблем в использовании этого электрического самоката быть не должно. Ограничение по росту от 120 до 200 сантиметров. По весу до 120 килограмм. Высота подвески 75 миллиметров. Складывается самокат очень просто, но вот система фиксации руля в разложенном состоянии не внушает лично мне доверия. С другой стороны, у меня он еще ни разу сам не раскладывался во время того, как я нес его в руках. Парковать электрический самокат можно выдвинув подножку, она самая обыкновенная и только с одной стороны. На руле расположили стандартно приборную панель с механической кнопкой и небольшим, но ярким экраном с отображением скорости, включенного режима, информации о заряде, но не в процентах, отображение включенных поворотников, Bluetooth соединения, иконки блокировки двигателя, иконки при обнаружении неисправности, иконки перегрева и иконка фонаря, разумеется, тоже здесь. Грипсы у руля удобные, а с торцов расположили яркие поворотные сигналы с сертификацией E-Mark, которые включаются двумя механическими кнопками под рулем с левой стороны. Далее есть достаточно громкий и нераздражающий звонок, тормозная рукоятка из матового пластика, ручка газа куркового типа и передний фонарь. Фонарь, к слову, яркий, плюс в приложении можно включить функцию автоматическое включение-выключение фонаря в соответствии внешнего освещения. Удобно, что при включении фонаря экран слегка тускнеет и не мешает во время поездки в темное время суток. Обо всем подумали. Почти. О том, как себя показала данная модель в использовании, также я расскажу слегка позже. А сейчас приближаемся к основным характеристикам. Номинальная мощность двигателя 400 Вт, максимальная 1000 Вт. Привод задний, максимальная скорость 25 км в час, а также стандартный режим до 20 км в час и режим пешехода до 6 км в час. Максимальный наклон при подъеме 22 градуса, что неплохо. Система торможения с барабанными тормозами на переднем колесе и с электронной АБС на заднем колесе. Шины 10-дюймовые, ширина шин 60 мм. Емкость аккумулятора 468 Вт в час, запас хода 60 км. Аккумулятор использует интеллектуальную систему BMS. За 3 часа он заряжается на 35%, за 6 на 70 и до 100% он заряжается за 9 часов в среднем. Иногда на 5 минут дольше, 9 часов 5 минут. С максимальной скоростью запас хода вы видите на экране. В этом плане данная модель показала хороший результат. Но отмечу, что с максимальной скоростью, с высокой рекуперацией он просто моментально разряжается. Так что лучше использовать низкую рекуперацию. Приложение, к которому подключается данный электросамокат, называется Mi Home. И это неудивительно. В приложении можно посмотреть оставшийся пробег, заряд в процентах, включенный режим записи поездок, воспользоваться функцией блокировки двигателя, включением заднего фонаря, настройкой степени рекуперации энергии. И данная технология за счет преобразования кинетической энергии, вырабатываемая при торможении и скольжении, увеличивает реально дальность хода. Простыми словами, если вы хотите продлить заряд аккумулятора, то необходимо включить низкую степень. Но при этом торможение будет плавным и не таким резким, как если включать высокую степень. Далее в приложении можно посмотреть сведения о батарее, основную информацию, восстановить заводские настройки и обновить прошивку. Мне, к слову, прилетало уже обновление, но только один раз. А данный самокат у меня уже несколько месяцев. Теперь, что касается опыта использования и минусов. 4 Pro второго поколения довольно проворный и не особо тяжелый. Но все же постоянно его поднимать на поребрике довольно сложно. К минусам отнесу, что у меня пару раз откручивались винты руля, вследствие чего руль имел люфт. Рукоятка газа после полутора месяцев использования потеряла плавность нажатия и стала изредка западать. Кнопки поворотников расположили в целом удобно, но у меня лично часто проскакивали ложные срабатывания, так как большой палец левой руки находится близко к кнопке. Заповоротные световые сигналы плюс, так как они отлично видны даже в дневное время суток, что можно сказать и про стоп-сигнал. Катафоты обыкновенные, к ним вопросов нет. Дека имеет прорезиненную поверхность, из-за чего стопы не скользят. Даже если поверхность намокла под дождем, к слову, защита у данной модели IPX4. Намеренно я не катался под дождем, но проезжал по лужам на небольшой скорости, и по итогу вода на него никак не повлияла. В дождь лучше не кататься, напоминаю. Тормозной путь эгегей насколько дольше. В городских условиях модель отлично справляется, высоты подвески хватает для комфортного передвижения по городу, но за время моего использования я пару раз все-таки цеплялся нижней частью деки. По бездорожью ездить можно, я бы сказал, что на нем куда комфортнее ездить, чем на даже некоторых электрических самокатах, у которых есть амортизаторы. Но на ровной поверхности, с включенным максимальным режимом, он разгоняется от 0 до 25 км в час за 6 секунд. В стандартном режиме от 0 до 20 км в час за 5 секунд. Если тормозит с высокой степенью рекуперации на скорости 25 км в час, путь торможения составляет 5,5 метров, а это эгегей как долго. А если с низкой, то заметно длиннее. В подъем электрический самокат тянет отлично, к слову, он же притормаживает самостоятельно, если ехать по наклону вниз. Что касается снятия ограничения по скорости, я лично не советую подобным заниматься, так как это плохо повлияет на самокат с технической стороны, и чаще всего это незаконно. Лично я не обнаружил на данный момент способов снятия ограничения скорости для данной модели. Знаю, что варианты для электрического самоката первого поколения и прошлых моделей море, но не для 4 Pro второго поколения. Минусы я уже оговорил ранее, а цену можно узнать по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Самокат Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2 Gen. Отличный выбор для езды по городу. Он отлично показал себя во время моего тестирования. Да, есть некоторые минусы и решения, которые не назовешь логичными, плюс цена на него не особо приятная. Но бывают распродажи. По мне, модель однозначно является качественным электросамокатом, который не подведет в нужный момент. Конкурентов много, вы не знаете, что у меня есть. Выбрать есть из чего. Даже сяомитных самокатов хватает. Если было интересно, не забываем написать в комментариях, ставим лайк за труды, подписываемся на канал с колоколом. От меня девай сюда. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.